Следующим, если можно сказать мыслителем, да, психоаналитик, значит, он не был ни философом, не богословом, является австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд. Он написал целых три книги по вопросам богословия, «Тотемы табу», «Будущее одной иллюзии» и «Моисея и монотеизм». Вот три маленькие вот такие книги. Основное наследие Фрейда – это психоанализ. И во всех этих своих книжечках он одну идею пытается постоянно протолкнуть. Вера в Бога – это проекция желаемого на действительность. Нам хочется, чтобы был добрый папа, который нас постоянно заботился и который нас защищал, и мы себе доброго папу придумали. А раз это так, то на самом деле этого папы не существует. – То есть, он отвергал по усилию. – Да. Он, в отличие от всех предыдущих мыслителей, Фрейд категорически отвергал идею Бога. Сам он из еврейской семьи, но и являлся всю жизнь убежденным атеистом. И рассуждение относится к следующему. Вы идете на базар и видите ребенок. Мечется, плачет. Почему плачешь? Я хочу к маме. Я потерялся. Ты говоришь, раз тебе хочется, чтобы у тебя была мама, значит у тебя на самом деле мамы нет. Это ты просто свое желание, проектируешь на действительность и придумал, что у тебя есть мама, потому что ты хочешь, чтобы она у тебя была. Вот примерно так рассуждает Фрейд, говоря о вере в Бога. Нам хочется, значит так оно и есть. На самом деле, раз нам чего-то хочется, значит это существует. Наоборот, это должно быть доказательство. Если мне хочется кушать, значит существует пища. Если мне хочется пить, значит существует питье. Если мне хочется физической близости, значит существует секс. То есть любое желание, которое есть у нас само по себе, доказывает, что есть нечто, чем это желание может быть удовлетворено. Это то, что мы можем из нормального рассуждения. У нас нет изначальной задачи доказать несуществование Бога. Вот Фрейд же совершенно по-другому. Раз у нас есть желание, чтобы был Бог, значит Бога нет и мы проектируем желаемое на действительность. Да, Фрейд на самом деле ни разу в жизни не говорит о Боге Библии. Он говорит о неком абстрактном Боге. Бог Библии – это огонь поедающий. Бог ревнитель. Страшно впасть в руки Бога живого. Про такого Бога Фрейд не говорит ни разу. А вера христиан в ответственность перед Богом от людьего удовлетворения собственных потребностей. Наоборот, зачастую, как хотелось бы, чтобы его не было. Молитва атеиста. Если Бога нет, то слава Богу. А если Бог есть, то не дай Бог. Понимаете? Человек, верующие, носят название Израиль, борющиеся с Богом. Сколько мы существуем, столько мы с Богом и боремся. Нам хочется, чтобы все было... Нет, Господи, наше любимое выражение. Вот неверующие, те по барабам. Они живут сами по себе, вводимые своими похотями, им бороться не нужно. Они не страдают. Как Павел говорит, то, что хочу делать, то не делаю, чего не хочу, то делаю. А они, что хотят, то и делают. Вот. Фрейд как-то это просмотрел. Как раз гуманизм вера в человека заботится об удовлетворении собственных потребностей. Вот когда человек... Вот Фрейд как раз и занимался проекцией собственных желаний. Ему хотелось, чтобы Бога нет было. И он проектирует вот это на действительность. Но истина... Значит, Фрейд, во-первых, допускает генетическую ошибку. Помните, мы логики разбирали. Истинность учения не определяется аспектами его происхождения. Происходит ли это от желания нашего, что Бог есть? Или из логических соображений? Откуда бы это ни произошло, это не определяет, истина это или ложь. Истина эта ложь определяется теми самыми критериями, о которых мы с вами говорили. Далее, Фрейд сам признавал, что на его анализ влияют субъективные ожидания, которые оказываются зависимы от чисто личных факторов собственного опыта. И уж факторов опыта достаточно... достаточно почитать о жизни Фрейда. И на нашем сайте вы можете найти статьи о Фрейде, о том, как его мировоззрение складывалось. Далее, значит, книга в библиотеке есть, но есть очень интересная статья, которая как книга никогда не была издана, она у нас есть на сайте. Вот, о вообще всех этих происхождениях, этих идей, о комплексе вины, который был у самого Фрейда, который пытался на остальных его перевесить. Фрейд ни разу не рассматривал идею Бога или метафизические основания веры систематической. Говорит о неком суеверии, неком абстрактном вере в что-то, что такое есть. Далее, его эпистемология, то есть, попытки его узнать о чем-то, противоречат его же психологическому релятивизму. То есть, психологически может быть так, может быть так, но, значит, познаем только своим личным опытом. Фрейд ни разу не изучал никаких работ по религии, по богословию, то есть, все он взял чисто из своего собственного соображения, нет даже нигде ни цитаты, ни намеков на какие-либо метафизические системы, или труды отцов в церкви, или какие-либо богословские системы. Фрейд свалил все в одну кучу. В его понимание религия входит и христианство, и буддизм, и, значит, человеческие жертвоприношения в сатанистских культах, там, у всевозможных племен. Вот у него все это понятие религии. То есть, человеческое жертвоприношение и христианство для него одно и то же. То есть, он говорит о некой абстрактной религии, что является, опять же, логической ошибкой преждевременного обобщения. Когда он говорит о примерах, он всегда использует случаи патологические, примитивные и незрелые. Ну, во всякой маломальской большой и нормальной здоровой общине есть больные люди. Именно потому, что община здоровая, и она нормальная семья, она этих людей там терпимо их там держит. Она может с ними нормально общаться. Фрейд берет вот эти вот как раз больные случаи для того, чтобы показать. Вот у вас, вот там, значит, шизофреники, эпилептики. А что, среди неверующих нет шизофреников или эпилептиков? Статистика примерно одинаковая. Но именно, поскольку задача подвергнуть религию нападкам, он рассматривает это. Далее, он никогда не рассматривает примеры жертвенности пророков и ранних христиан. То есть, если человек верит в Бога для того, чтобы чего-то получить, то почему же он на это засмертит его? Что он тогда получает-то? Примеры жертвенности ни разу не рассматриваются. Таким образом, сам метод Фрейда, который использует так называемое доказательство от желаемого. То есть, я заранее знаю, что я хочу доказать, и я буду все, что на это доказательство действует, принимать, а все, что не действует, буду выбраться. И то, о чем я могу говорить, необходимость в Боге – это причина или результат существования Бога. То есть, Бог существует, потому что мы хотим, чтобы Он был. Или мы хотим, чтобы Он был, потому что Он существует. Неверие в Бога – вот это, как раз, и есть проекция желаемого на действительное. Сама психологическая потребность в Боге не доказывает, что Бога нет. И если мы хотим говорить о доказательствах, мы должны рассмотреть все доказательства во всех областях. То есть, мы в какой-то области, может, не находим доказательства существования Бога, мы можем просто не в той области ищем. Если бы мы могли, во всех областях. Вообще, доказательство не может доказать существование человека. Мы не можем, мы можем лишь, то есть, мы не можем нашими методами исследования доказать истинность того или иного. мы можем доказать только ложность, то есть, если у нас нет доказательств ложности, мы это принимаем за истину, но как только у нас появится, если мы там ставим эксперименты последовательности тех же розовых драконов, мы поставили 10 миллионов экспериментов и обнаружили, не обнаружили ни одного розового дракона, из чего мы делаем вывод, что розовых драконов не существует, сколько нам нужно удачных экспериментов, чтобы доказать, что он не существует, всего лишь один, один эксперимент, который покажет существование розового дракона, отвергает десятки миллионов покажетших несуществования, вот, поэтому, если мы хотим, для того, чтобы вообще мало изучал Фрейд, видать, еще античную философию, потому что в Сократ свое время, и, значит, хорошая книжка в собиблиотеке называется «Главная жизнь», где идеи Сократа переведены в контекст современной жизни, современного мира, вот, если я утверждаю, что чего-то не существует, то я Бог, здесь я утверждаю, что Бога не существует, то я Бог, значит, Бог существует, потому что, чтобы существовать, что чего-то не существует, нужно знать обо всем, всюду, везде и всегда, вот, а этим может обладать, а таким свойством обладает только Бог, и таким образом, утверждая несуществование, я утверждаю, что я Бог, ну вот, для сам себя, очень рекомендую вам эту книжечку почитать, ну, если кто-то, может, брал ее для самостоятельного чтения, не помню, она в список успела войти, нет, потому что книжка только недавно вышла, вот, но книжка хороша, и она вот эти идеи Сократа на современный язык переводит, современный контекст. Как сказал великий физик, математик и богослов Блес Паскаль, пусть они, по крайней мере, изучат религию, на которую нападают, прежде чем атаковать ее, а то спорят сами не знают с чем, против каких-то совершенно собственных идей. К сожалению, это очень частый метод, с которым нужно встретиться, с которым приходится встречаться, вот, я люблю, я собираю самые разные толкования на книгу бытия, у меня есть толкование на книгу бытия Карла Сагана, вот, не, Айзика Айзимова, известный астрофизик, он у нас больше известен, он у нас больше известен как представитель фантаст, но он очень прекрасный астрофизик, вот, но он являлся одним из самых главных правозвестников атеизма, и вот он написал книгу толкования, написал свое толкование на книгу бытия. Толкование освоится к следующему, в начале Бог сотворил небо и землю, цитата, толкование, под небо подразумевается большая металлическая сфера, которые, значит, там, прикреплены светило и прочее, после чего он в пух и прах разбивает эту идею, правильно делает, потому что идея-то идиотская, вот, но идею-то это он не из Библии взят, это уже его собственное сочинение, вот так в основном поступают неверующие, они создают собственную идею, каким, какой же должна быть религия, после чего разбивают это в пух и в прах, вот, потому что идея-то, как правило, идиотская, и разбить ее не так-то трудно. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok